Мальчики и девочки, это Кэт из Вискосвилла. Я сегодня заболела и нахожусь на приёме у доктора. Покажу вам офис. Вот это у них такой офис. Это как раз внутренние органы, с которыми у меня сейчас сегодня проблемы. И вот такой вот маленький офис. Я сижу на кушеточке. Это для бэбичек. Это медицинский офис для всех, и для взрослых, и для детей. Называется семейный доктор. Я думаю, я сама себе врач и профессор. Я себе уже поставила диагноз, но мне нужно лекарство. Я думаю, что у меня кишечная инфекция. Я за последнее время путешествовала, как они говорят, out of country, в три экзотические страны. Я была два раза в Доминикане. И совсем недавно, буквально два месяца назад, я была на Ямайке. И там всё очень экзотично. Еда, вода. Я думаю, что я там поимела какую-то кишечную инфекцию. Сейчас у меня все симптомы. Поэтому я пришла сюда, чтобы доктор мне сделал какие-то тесты. Я подозреваю, что у меня, но пока говорить не буду. Просто хочу сама себе подтвердить, что я сам себе доктор, медсестра и профессор. И я уже знаю, что мне просто нужны документальные подтверждения. И основа этих тестов будет для того, чтобы доктор выписал мне лекарства, которые я просто так не могу купить. Я подозреваю, что что-то произошло, какая-то проблема была в Доминикане. Потому что там нас сразу предупредили, что воду пить нельзя. Мы использовали только воду из бутылок. Но когда мы чистили зубы, мы использовали обыкновенную воду. И поэтому, если она была какая-то заразная вода, заразиться очень легко. Поэтому, мальчики и девочки, продолжение следует. Я расскажу, какой у меня диагноз, что со мной происходит. Из этого сделаем выводы, ездить ли русским в Доминикану. Но, между прочим, Доминикана, Пунта Кана очень популярная среди русских. Там было столько русских туристов. Я, честно говоря, подумала, что я в России. Если ты приходишь в ресторан, там меню тебе сразу на трёх языках. Первый язык – это русский. Второй – английский. И третий – я не помню, или французский, или испанский. Идёшь по Пунта Кане, Доминикане. Везде русская речь. Везде русские вывески, русская музыка, русская реклама. И в нашем номере было русское телевидение 24 часа в сутки. Так что, русские любят Доминикану. Но не знаю, насколько это, как говорится, secure, как они говорят. Насколько safe. Насколько это, как говорится, даже, боже мой, я уже забыла, как по-русски говорить. Насколько это небезопасно туда ездить. Потому что через воду, через еду можно заразиться очень серьёзными заболеваниями. Так что, вот она я, жертва отдыха в Доминикане, Пунта Кане. Я буду вас держать в курсе. Всем хорошего дня, несмотря на что, боже мой, какие-то проблемы. Это не проблемы. У некоторых людей бывают более серьёзные заболевания. Поэтому это мелочи жизни. Мы с этим разберёмся, таблеточки попьём. Всё пройдёт, всё будет хорошо. Всех люблю, целую. Какая-то звездка с Вилла. Будьте здоровы. Ба-бай.